Всем привет! И в этом видео я хочу вам рассказать по многочисленным просьбам о своей немножко жизни и плюс о моих трёх беременностях. Начну с самого начала. Начну я с самого начала. Вышла я замуж в 18 лет. Разницу у нас с мужем 7 лет. В 19 лет я забеременела. Это была желательная беременность. Я была очень рада и плюс рад был очень мой муж. Зовут его Вадим. Мы были просто счастливы. Но, к сожалению, эта беременность у меня продлилась не так долго. У меня началось отслоение плаценты. Я пошла в женскую консультацию. Меня там посмотрели. Провели в больницу на сохранение. Я приехала туда. Меня очень долго смотрели. Максимум, сейчас я помню, 3 врача меня смотрели и делали консилиум. Они оставляют меня на сохранение или я должна была поехать домой. В итоге они сказали, что мне нужно полежать 3 дня на сохранение. Это приблизительно такой срок. Конечно, на 3 дня никто не лежит. Максимум, начиная от месяца и дальше, даже на 9 месяцев может лежать женщина на сохранение. Я легла в больницу. Мне вечером сделали укол. И что-то пошло не так. К вечеру у меня очень сильно разболелся живот. Я пошла в туалет. И мне на ладонь упал эмбрион. Я пошла и показала все это медсестре. Она сказала немедленно на чистку. И вот так получился у меня выкидыш. Прилежала я там еще 5 дней, чтобы прилечиться после выкидыша. Могу сказать то, что медсестры отнеслись ко мне нормально. Не кричали, не вопили, ничего такого, чтобы можно сказать, вот, там, не ругали, короче говоря. После выкидыша мне сказали то, что желательно пока 2-3 года не беременеть. Забеременела я в 98 году, а выкидыш у меня был в 95. Но я не сразу забеременела. У меня не получалось. И потом я узнала, почему не получалось. У меня очень много мужских гормонов. Женских у меня очень мало. И я пила специальный препарат, который мне выписал врач. Я не помню его название. И если я вспомню, то я напишу здесь его название. И вот с помощью этого препарата, у которого было очень много женских гормонов, я забеременела. И, знаете, могу вам честно сказать, я очень сильно, когда приближался 9 недель, очень сильно переживала. Я не хотела больше выкидыша, я хотела родить. Итак, я пошла на учет в женскую консультацию. Встала на учет, все меня смотрели, поставили. Но что мне не понравилось в этой женщине, которая в женской консультации. Первое. То, что в течение всей моей беременности она смотрела мне все хорошо, все отлично. Но она очень так и намекала, что ей нужна бумага, ручки, карандаши, записывать что-то. То есть, в принципе, намекала на то, что ей нужна канцелярия. То есть, принести ей те предметы, которые ей нужны. Вот это мне не понравилось. Это какое-то получалось вымогательство. Я принесла ей канцелярию и бумагу, по-моему, принесла. И что еще мне не понравилось. Постоянно говорила мне то, что я очень много ем. Ну, почему я много ела? Уже где-то ближе к сроку я очень стала много кушать и прибавила вес. Почему? Потому что у меня был жуткий токсикоз, который начался с первых месяцев. И продолжался он практически чуть не до восьмого месяца. Вы не представляете, что это такое. Это вы ходите, и вы не можете зайти в продуктовый магазин. Потому что запах еды вы не переносите. Вам он не нравится. У вас начинается тошниловка, голокружение и пазы. В общем, я не могла готовить. Я не готовила. Готовила моя мама, мы сожили еще с родителями, и Вадим готовил. Я не могла, меня просто выворачивало. И был у меня токсикоз очень сильный. Я могла в течение одного дня по пять, по шесть раз. То, что у меня был жуткий токсикоз. Меня в больницу отвезли и сказали, или ты будешь лежать в больнице, или ты дома будешь. Но, как для нормальных людей, которые хотят подлечиться, не было отделения, только инфекционные. Я, естественно, отказалась. Я лучше дома буду, в родных стенах, чем я буду лежать в каком-то инфекционном отделении. Непонятно, что я там еще и прихвачу с собой. Самое интересное потом дальше начинается. Когда уже подошел срок, чтобы встать на учет в роддом, меня, моя акушерка в женском консультации, меня измерила все и сказала, что я буду рожать сама. Вот тут начинается самое интересное. Я поехала в роддом, в котором я буду уже рожать. И моя акушерка, которая принимала в дальнейшем у меня уже роды ребенка, решила сделать мне рентген. И посмотреть, действительно я должна буду родить сама или другим способом. Я, честно, была настроена на то, что я буду рожать сама, естественным путем. Потому что мой врач женской консультации сказал, что у меня все нормально, таз нормально, я рожу сама. То есть я даже покупала книги по этой части, у меня было очень много книг, интернета еще не было. Вот, девчонки, с интернетом было немножко проблематично. Но появился немножко погодя, только-только начинался и перей интернета, поэтому какая-то информация, которую можно было бы почитать, ее не было. Я вот покупала очень много книг, я читала, как питаться, как нужно ухаживать за своей кожей. Таких косметических средств, к сожалению, еще не было в продажах. Сейчас просто полки с заваленными продуктами, которые пригодятся для беременных. Поэтому я черпала все из книг. У меня была очень красочная книга, но я ее отдала уже другой девушке, потому что все-таки ей больше пригодится. Я уже делала там второго, поэтому я отдала все другим людям. Пускай почитает, хотя бы узнает что-то интересное. Итак, и, кстати, по поводу питания. Я кушала все. То есть, я не делала какие-то исключения. Естественно, я исключила из питания грибы, селедку. Кстати, меня не тянуло на соленом, меня тянуло вот с дочкой. Мне тянуло очень сильно на сладкое. Я просто невыносимо любила кушать что-нибудь вкусненькое. Вот на сладкое меня очень сильно тянуло. На соленые огурцы не тянуло. Ничего, только на сладкое. Так, ладно, немножко отвлеклась. Породожаем дальше. А еще, извините, я хочу еще сказать. Помимо токсикоза у меня была жуткая головная боль. Просто невыносимая. Таблетки я не пила никакие. И что еще? У меня изжога началась. Это ближе, так, к восьмому месяцу изжога. Это просто сказать вам, девчонки, это ничем ее заглушить нельзя. А когда еще ребенок начинает текать, это вообще просто вы спите, а там постоянно какие-то булькания происходят. И, кстати, Вероника у меня не спала. Ночью она у меня начала танцевать в моем животике ночью. Спать просто было невыносимо. Потому что только начинаете засыпать, а в тебе начинают какие-то танцы шмансы идти. Поэтому поспать особенно не удавалось. Так, я прыгаю немножко с темы на тему. Но это, я думаю, то, что понятно. Потому что, когда начинаешь разговаривать, вспоминаешь что-то другое. И, кстати, еще у меня было очень низкое давление. И оно мне пожизненно низкое давление. У меня 90 на 60. И очень низкий гемоглобин. Вот. По поводу витаминчиков для беременных мне выписывал врач. Я не читала где-то, что нужно пить именно вот такие витамины. Мне что приписали, то я и пила. Потому что для каждого организма нужно отдельно витамины. А все в одно нежелательно. Это будет сборная солянка. Итак, продолжаем дальше. Мне врач сделал рентген. И был очень сильно удивлен, что мне сказали, что я буду рожать естественным путем. Почему? Потому что она увидела, что головка ребенка просто через мой узкий таз не пройдет. Вот, внимание, девчонки. В женской консультации мне сказали, что я рожу сама. Вот представьте, приезжает женщина в роддом. Видит у нее карту, где написано, что она может рожать сама. Вот представьте момент. Если приехала девушка, начинались у нее схватки, человек смотрит карту и говорит, что ты сама родишь. Представляете? А ребенок, допустим, не дай бог, застрял в родовых путях. Вот что будет делать в этом праве? Естественно, спасать и девушку, и ребенка. Я вообще не понимаю, конечно, как можно так было ошибиться. Я просто не понимаю. И так, конечно, я была ошарашена тем, то, что мне в женской консультации сказали одно, а когда выяснилось совсем другое. Но и с другой стороны, я считаю, что правильно, что мне сделали рентген и увидели, что я не смогу сама родить, а будет у меня кесарево сечение. И мне назначили дату операции, когда я должна буду приехать. И уже, естественно, будет произведена операция. Но Вероника решила у меня немножко по-другому поступить. Мне назначили где-то в 20-х числах апреля. Враник родилась у меня 18 апреля. Она решила у меня немножко пораньше. 17 апреля у меня начались кровянистые выделения. Я позвонила своему врачу, рассказала все. И она сказала, что приезжай завтра, и мы тебя осмотрим. То есть я приехала, и меня тут же положили на стол. Но сначала осмотрели. Меня осмотрели, я сейчас скажу, 4 человека. Смотрели меня, стоит ли не стоит меня сейчас, в данный момент, кесарить. И потому что, по-моему, у меня была 38-ая неделя. Или где-то уже промежутки 38-39. И сказали, нет, давай, короче, сейчас мы тебя прооперируем. Схваток у меня не было. И поток вообще ничего не было. В общем, я ничего не чувствовала. Воду мне не отошли. Поэтому все прокалывали уже там на операционном столе. Вероника у меня родилась 18-го числа. И первый мой завтрак, это было, сейчас скажу, геркулесовая каша на воде. После операционной лежали две девчонки, то есть я и девчонка. И ощущение, конечно, было немножко непонятное. После операции, то есть после наркоза, я проснулась довольно быстро. После, как мне привезли в палату, я еще таким немножко непонятным, туманными глазами открываю, осматриваюсь. И спрашиваю, кто у меня родился. Мне сказали, родилась у вас девочка, все хорошо, все отлично, все. Вы увидите ее уже вечером. И вот вечером мне ее принесли и показали, такая лапулька. И уже приложили к груди. Но, девчонки, у меня, к сожалению, не пришло молоко. Что с первым ребенком, что и со вторым. У меня молоко не пришло. Я что не делала? Я массаж делала. Пила специальные витамины, там и это, и все. И с жилой массаж не пришло. У меня молоко, поэтому у меня Вероника и сын, они у меня искусственники. Я спросила, когда выписывалась уже из роддома, какой смесью они там кормили. Дело в том, что в роддоме докармливают детишек. Допустим, если у мамы не пришло молоко, естественно, они будут кормить за вас. Но приложить к груди все равно вы должны. Вдруг у вас рассосется и будет у вас молоко. Но, к сожалению, у меня так и не пришло молоко. Они уже поняли и просто приносили мне, чтобы я с ним, допустим, поговорила, провела время. Забыла вам сказать. Когда вы уходите уже из женской консультации на роды, вам дают карточку, о которой я говорила. Я потом покажу. И там выписывают все, что вы пили, что вам делали. Так что я просто вам краем глазом это покажу. Когда вы уже выходите из роддома, вам дают вот такую бумагу, где описывают, как прошли у вас роды. И также, как они у вас происходили. И какие весовые граммы, килограммы были у вашего ребенка. Ну и также шкала Абгар. Тоже, кстати, в роддоме к нам приходила очень хорошая женщина. Она рассказывала молодым мамочкам, которые только-только родили, как нужно мыть ребенка, как нужно ухаживать за ребенком, как нужно мыть правильно грудь. Если треснули соски, нужно какую мазью мазать. Она все-все рассказала. Но единственное, что мне понравилось, если вы не хотите пеленать, не пеленать, а дети, просто обычный комбинзор такой легкий. И все. Пускай ребенок привыкает к своим ручкам и ножкам. В дальнейшем он уже не будет у вас пугаться и просыпаться. Поэтому вы можете выбирать два варианта. Хотите пеленайте, хотите нет. Но я сразу вам скажу, что ребенку дайте свободу. И не одевайте им рукавички. На руки, потому что он должен видеть свои пальчики, чтобы узнавать, что это такое и зачем это надо. Ногти стричь. Тоже она показала. Ножницы и все это постригать. Как пупок обрабатывать. Она тоже все нам показала. Тоже мой. ulка. Уны. Продолжение следует...